Меня просят порассуждать о том, что будет, к чему приведет текущая ситуация. Спасибо, Юрий, порассуждайте, пожалуйста, к чему может привести эта ситуация. К чему готовятся в ближайший год варианты развития событий и как сохранить свои сбережения. Дивиденды в ближайший год, я так понимаю, никто платить не собирается. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, согласитесь, что сейчас время очень-очень напряженное и очень тяжелое наступает, судя по всему, потому что, ну, вы видите, что Россия под тотальными санкциями, и что будет? Ну, это отразится, естественно, на всех, естественно, жизненный уровень резко понизится, и, естественно, мы уже, наверное, ну, как бы все очень круто скоро поменяется. Ну, уже поменялось на самом деле. Вот, поэтому давайте порассуждаем, чего же нам ожидать в дальнейшем. Ну, сами понимаете, что прогнозировать здесь, в общем сказать, практически невозможно, но что-то можно предположить. Итак, смотрите, есть высказывание такое, что каждый народ заслуживает того правительства, которое он заслуживает, заслуживает свое правительство. Наше руководство, в общем-то, ну, можно говорить сколько угодно про выборы, что они там несправедливые, что они какие-то не такие, но пока мы, грубо говоря, терпим вот это руководство, которое у нас есть, пока оно есть, оно будет существовать. И здесь вот это главное на самом деле. То есть вот это вот я считаю, что основное. И сейчас вот если посмотрите, да, вы скажете, там, никто не поддерживает и так далее, ну, ничего подобного, с кем сейчас не поговорить, со многими, по крайней мере, ну, многие говорят, ну, Путин все правильно сделал, многие говорят, что, а что нам было делать, ну, видите, что НАТО действительно придвигается, и ракеты там, значит, ну, и так далее, так сказать, подлетное время, там, весь вот этот вот набор, который льется из телевизора. Таких людей, которые говорят, что Путин все правильно сделал, и что ему оставалось делать, что Путин самый умный и так далее, их сейчас, ну, мне кажется, не менее, чем половина населения России. И пока такая ситуация будет, как бы, ну, Путин может делать все, что угодно, пока эта ситуация не поменяется. То есть пока Путин популярен у достаточно большой части населения, ну, скажем так, больше, чем 20-30%, то, соответственно, ничего у нас не поменяется. В этом смысле Путин будет, ну, как бы, соответствовать, и даже правительство, если, так сказать, оно уйдет, ну, в общем, сказать, сильно ничего не изменится. Теперь смотрите дальше. У нас население, оно неравномерное. То есть есть, скажем, огромная часть населения, которые живут очень-очень, ну, небогато, скажем так, на уровне бедности, они не могут многое себе позволить, многие живут там в деревнях и так далее. И смотрите, кого сейчас коснулись все эти санкции? Это, ну, прежде всего, средний класс, да? Вот, это коснулись там, ну, не будет смартфонов, скажем так, дорогих, да? Не будет многого чего дорогого, не будет импорта, позакрывались всякие вот эти вот Uniqlo там, нет, Uniqlo не закрылась как раз, H&M там и так далее, и так далее, и так далее, всякие, так сказать, модные бутики, вот эти все позакрывались, L'Oreal там, Givenchy тоже, вот. Кто там покупал? Ну, явно не самые бедные люди, они, ну, как бы те, кто причисляет себя к среднему классу, их было не так мало. Те, кто покупают иномарки, они тоже пострадают, но те, кто не в состоянии был купить иномарку, те, кто не в состоянии покупать импортную одежду, те, кто не в состоянии покупать смартфоны, для них, в общем-то, ничего, ну, по крайней мере, мало что изменится, потому что у них на это и так денег не было. Но, с другой стороны, цены повысятся на все, и эти, в общем-то, самые нижние части населения, они на себе это почувствуют, но они говорят, ну, главное, что вот Путин, значит, при Путине как все было хорошо, и поэтому только Путин, больше никто, и пока вот это вот они, ну, не прочувствуют на своей шкуре, а они прочувствуют, что при Путине станет хуже. И вот только тогда, когда вот эти вот низы начнут, как бы, чувствовать на себе, в общем-то сказать, они могут взбунтоваться. И если это произойдет, если вот этот бунт произойдет, то, в общем-то сказать, мало никому не покажется, я бы очень не хотел, чтобы это произошло, если честно, потому что, ну, примерно, ну, снесут к чертовой матери все сразу, и могут быть там и грабежи, и прочее, прочее. Теперь смотрите, но движущая сила, вот всяких вот этих вот, ну, более активная часть населения, это как раз вот именно средний класс, это предприниматели, это те, кто как раз покупает вот эту вот одежду импортную, импортные автомобили, посмотрите, их тоже не так мало, они очень здорово тоже потеряют, и это активные люди, активные люди, и они будут крайне недовольны. И, ну, если вспомним историю, то, в принципе, вот декабристы, например, да, кто они были? Это умные, образованные люди, они вышли на восстание, да, восстание расстреляли, но, так сказать, надолго ли это помогло выдержаться царской власти в свое время? Ну, как бы, на какое-то время помогло, но не навсегда, вы знаете историю. Вот, поэтому в этом смысле, в этом смысле, значит, есть активная часть населения, которая пострадала сильнее, и эта активная часть, она будет, будет очень активно себя вести, и почему ее сейчас именно прижимают, и почему сейчас зажимают все средства массовой информации? Ну, именно потому что, ну, для того, чтобы зажать вот эту самую активную часть. И, более того, эту активную часть населения выдавливают из страны, сейчас массово люди едут в Армению, в Грузию, куда угодно, только из России. К чему это приведет? Это отток мозгов, и это будет чувствоваться надолго, потому что для того, чтобы поднять российскую экономику, мозги нужны будут обязательно. И здесь уже заставить людей, так сказать, к творческим каким-то идеям, к творческим мыслям, как что сделать, ну, в общем, достаточно сложно. То есть уезжают самые квалифицированные, и это большая беда для России. Ну, это, ну, как бы надолго, это отбросит Россию на долгие-долгие годы назад. Вот, поэтому это тоже надо учитывать, и это тоже понимают, ну, во-первых, вот этот вот средний класс, и понимают очень многие в правительстве. Ну, а теперь о тех, кто близок к власти, о тех, кто, ну, напрямую, в общем, сказать, к бюджету близок, скажем так. Вот, эти люди, они очень хорошо разбогатели во время правления Путина, это ближайшее окружение Путина, это депутаты всякие там, и так далее, и так далее. У них там есть все, они хозяева жизни, у них, значит, доступ к бюджету, доступ к государственным контрактам, и что они делали? Они, значит, детей за границу отправляли, покупали недвижимость за границей, покупали недвижимость в Лондоне многие, значит, там, да где угодно, Майами, там все очень круто, путешествия, значит, дорогие машины, здесь дорогие дачи, и так далее. Эти пострадают однозначно, потому что, потому что все это прикрывается, значит, за границу нельзя, значит, там визы какие-то закрываются, их здорово-здорово там ограничивают, и предлагают сейчас задним числом подтвердить, что их документы, ну, деньги получены легальным путем, ну, а как они легальным путем, если они, ну, не вполне легальным путем, то есть это коррупция и так далее. Значит, смотрите, они очень здорово потеряли, и что было в 2014 году, когда против вот этой верхушки ввели санкции, напротив этой верхушки ввели санкции, и вы помните, что Госдума там приняла какой-то совершенно безумный закон о том, что, ну, буквально из бюджета надо помочь нашим олигархам, потому что их обидели, а сейчас такого не будет, потому что в бюджете нет денег, потому что за все время правления, вот, текущей власти, будем так говорить, бюджет был профицитный, там накапливались бешеные деньги. Для чего они накапливались? Именно для той ситуации, которую сейчас и, в общем, сказать, мы наблюдаем. То есть, к отключению от SWIFT, отключили всеми санкциями и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы должны были накопить резервы, которые сейчас активно тратятся как раз на это. И, значит, здесь уже вполне себе допускаю, что Путин скажет, и он говорит уже, ребята, ну, я вам помогал все время, помогите и вы мне. А вот тут вот, как бы, ну, они скажут, Владимир Владимирович, ну, как-то вот нам тяжело, и мы не сможем. Что здесь будет? Ну, здесь будут, конечно же, выборочные репрессии против тех, кто не согласится помогать бюджету страны. И это вызовет крайнее недовольство, и это тоже, в общем, сильно подорвет, ну, позиции, скажем так, Путина. Вот. Что еще? Есть еще огромное число тех, кто, ну, не из бюджета напрямую, а всякие там артисты, которые, так сказать, там, ну, гастролируют там по разным странам и так далее, значит, они тоже очень сильно зависят от всех вот этих санкций, потому что сейчас все прикрыли им доступ, значит, никакие гитары не купишь, никакие звукосниматели не купишь, никакое оборудование не купишь, и они крайне нежелательны, их песни не крутят за границей, с ними здороваться не хотят и так далее. Они тоже крайне недовольны, и это тоже очень серьезный фактор, потому что они публичные личности, и они выражают недовольство. А они, их слушают, ну, как бы, ну, многие, по крайней мере, есть фанаты, и эти фанаты, ну, как бы, тоже, ну, начинают высказывать свое недовольство. Ну, вы знаете, там, примеры с Моргенштерном, там, Оксимироном и так далее. Вот. Что еще важно, вот, интересно, по крайней мере, вот, у меня сейчас сын учится в колледже, и, значит, там все одноклассники какие-то, я говорю, что там, ну, сокурсники, вот. Говорит, да, они вообще, значит, отсталые, значит, там, карты им не нужны, им нужна карта только для того, чтобы платить за вот эти вот игры, там, покупать вот это вот, ну, виртуальные игры, они, значит, там все геймеры. Ну, вот, геймеров так это самое немножечко прижали, и сейчас обрубили им все вот эти сервисы, и Кирилл такой возвращается и говорит, слушай, а мои-то сокурсники уже как-то недовольны, потому что им игры отключили. Вот. Ну, есть кто-то, кто недоволен тем, что Старбакс отключили, в котором они, сказать, ну, как бы, кофейку любили попить, не будет этого, понимаете? И вот это вот недовольство, оно накапливается, и оно, когда это приведет к снижению популярности власти, власть падет, если это не произойдет раньше. Ну, еще один момент, смотрите, ну, явно совершенно вот эта операция в Украине, несмотря на заверение о том, что все идет по плану, оно не идет по плану, и, значит, украинский народ не рвется приветствовать власть, судя по всему, новую, и не рвется сменять старую. Зеленский подлец вообще не убежал, никуда сидит там и говорит, не собираюсь никуда уходить, я с народом, вот, мерзавец, и поэтому, поэтому его популярность выросла еще больше, чем у Путина, и, собственно говоря, здесь планы немножечко накрываются. Чего я жду? Ну, я жду, в общем, ну, как бы, недовольство уже военными со стороны, ну, скажем так, Путина, возможно, отставки, а это, ну, это кризис власти, ребята, и здесь, возможно, все. А военную операцию надо закрывать, потому что все накрылось на самом деле, и цели не достигнуты, и не будут достигнуты, а вот санкции это надолго, поэтому, ну, вот, как бы так. Теперь смотрите, многие говорят, что Китай нам поможет и так далее, но, как бы, вот, сегодня прочитал сообщение о том, что Xiaomi, там, ну, часы какие-то, и что-то еще, в два раза уменьшили поставки в Россию. Вот так вот. Вот, и США пригрозили Китаю, что если Китай будет помогать России обойти американские санкции, то, в общем, сказать, Америка будет вводить санкции против Китая. Китай говорит, не лезьте, значит, я, так сказать, как бы тоже могу чем ответить. То есть здесь есть большие-большие противоречия, и, соответственно, но надо ли надеяться на то, что Китай нам поможет, я не уверен. Что будет? Смотрите, вот этим летом я был в Турции, в Стамбуле, и я жил, ну, в самом центре Стамбула, значит, там мы сначала, там, три дня, так сказать, провели в Стамбуле, потом, значит, уехали в Турцию, значит, там мы взяли машину на прокат, и потом вернулись, еще больше недели прожили опять в Стамбуле. Жили мы, ну, немножечко в разных районах, сначала в Фатихе, потом в Бейоглу, ну, в общем, ситуация такая, там в Турции, значит, смотрите, идете по улице, и там вот на одной вот маленькой улице четыре маленьких парикмахерских, значит, хреново тучи, вот этих вот мелких кафешек, и в каждом подвале, значит, какие-то мастерские, особенно вот в районе Фатих, где мы жили, там прямо вот, смотрите, чуть ли не в каждом подвальчике, значит, шьют одежду, значит, сидят, значит, там на машинках, шьют одежду, шьют обувь, для этой одежды и обуви, значит, кто-то изготавливает коробки, кто-то врубает их, потом, значит, мелкие вот эти вот, всякие какие-то петли, значит, там, не знаю, ну, мелкие вот эти вот штуки, делают металлоизделия какие-то, я думаю, я думаю, что в каждом подвале будут, в каждом дворе будут, в каждом гараже будут, там, если где-то есть какой-то там старый, допотопный какой-то токарный станок, будут на токарном станке что-то вытачивать, запчасти для автомобилей, которые нам не поставляют сейчас, вот, вот это все будет, ну, какие-то вот они, ну, что-то там пришпандорить, значит, там что-то появится, всякие мастера, которые смогут отключать всякие системы, там, безопасности у машины, которые мешают, на самом деле, ездить, и, значит, это все будут отключать, то есть, насчет того, что джинсы Левайс, там, или Рэнблер ушли из России, не беспокойтесь, они будут в России, шиться буквально в каждом подвале, блин, с надписью Фенди, там, и, так сказать, там Гуччи, там все прочее, ну, вы видели то, что совсем недавно еще шло из Китая, из Вьетнама, из Пакистана, так сказать, вот это вот все будет производиться у нас в каждом подвале, все будет очень вот такое вот красивое, там ниточки обрезали, так сказать, которые торчат, значит, там что-то подшили, и все будет нормально, вот, главное, стирать аккуратно, чтобы, значит, ну, без других вещей, потому что облазить будет, ну, вы знаете, наверное, что это такое, вот, цыгане будут очень хорошо с этим справляться, и не только цыгане, очень многие говорят, что у нас засилье всяких там этих самых мигрантов и так далее, значит, там таджики, киргизы, какие-то понаехавшие и так далее, ну, здесь можно не беспокоиться, потому что эти понаехавшие, они достаточно быстро съедут, дело в том, что, ну, по крайней мере, те, которые не успели получить гражданство, не успели осесть здесь, вот, они, ну, как бы, они не просто так здесь, они посылают своим семьям туда деньги, в Таджикистан, в Киргизию, во-первых, ну, доллар стал в два раза дороже, вот, они-то, ну, как бы, через валютный курс, и поэтому, ну, все как бы становится хуже, и они, многие из них съедут, будут искать, ну, какие-то другие варианты, там, в какой-нибудь Казахстан ехать, там, куда-то еще, то есть, я думаю, что их количество здорово уменьшится, тех, кто мечтал о том, чтобы их стало меньше, ну, пожалуйста, их будет меньше, причем, вот сейчас, очень много людей, из-за нарушения, вот этих вот, поставок, промышленных, будут останавливаться, многие предприятия, уже тормозится все, например, к чему это приведет, естественно, к росту цен, во-первых, во-вторых, к остановке многих производств, и, следовательно, к такой, достаточно большой безработице, поэтому, здесь уже никуда не денешься, русские будут и мести с метлой, мести дворы, будут копать ямы, будут все, что угодно делать, строгать, здесь, вот это вот, мы это увидим тоже, то есть, вот, высвобождаются рабочие места, у нас все больше и больше будут появляться таксистов, вполне себе славянской внешности, я думаю, что это тоже нам, грозит, еще один момент, значит, сейчас, да, и сейчас уже, я видел что-то, постановление правительства о том, что, будет, ну, как бы, смягчаться, надзор за авторскими правами, то есть, пиратство, воровство, оно, как бы, не будет наказываться вообще никак, потому что, ну, куда бечь, вот, правительство сейчас очень резко начало принимать решения по поддержке малого бизнеса, ну, вот, в том числе, защиты авторских права и так далее, запретили возбуждать уголовные дела, значит, рейдерский захват, там, типа, только с, уже по представлению налоговых органов, не просто так, значит, если там конкурент говорит, слушай, надо этого прижать, я тебе заплачу, там, 20 тысяч рублей, следователь говорит, окей, и, значит, там прижимает кого-то, вот, ну, такого уже вроде как, ну, не должно быть, еще один момент, смотрите, надо смотреть еще очень внимательно о том, куда пойдет, в общем-то сказать, развитие, есть вектор развития назад в социализм, то есть, все-все-все, отобрать и приватить, у нас есть такой, как бы, вектор, и он сейчас работает, с одной стороны, а с другой стороны, другой вектор, это дать полную свободу малому бизнесу, и хоть что-то, там, сказать, свое производить, и тот, и другой вектор работает, очень интересно наблюдать, и потому что, вот, Володин, например, говорит, так, давайте, значит, мы всех этих, которые торгаши, значит, прижмем, значит, там, запретили повышать цены на все, значит, цены должны быть, там, как это, отечественные производители, какого-то хрена, значит, повышают цены, они сволочи, значит, их надо, ну, как бы, сделать так, чтобы они не повышали цены, контролировать цены, это, ну, путь назад в социализм, еще один вариант, это те компании, которые уходят из России, временно или постоянно, значит, в Госдуме раздаются голоса о том, что надо отбирать их собственность, что вполне логично, да, то есть, что заводы будут проставить, мы сейчас их займем, приватизируем, отберем, и будем, люди на них будут точно так же работать, но к чему это приведет, во-первых, это убьет, ну, естественно, инвестиционный климат надолго, во-вторых, заводы-то все равно не будут работать, потому что, извините, все материалы импортные, а импортных материалов нет, и, так сказать, вы отобрали, и ничего не будет, единственное, что вы сможете сделать, это разобрать эти заводы, издать оборудование на металлолом, и, вот, собственно говоря, примерно, так и будет, да, еще кто, кто об этом говорит, об этом говорит те самые олигархи, которые пострадали, они говорят, слушай, ну, если у нас там все отбирают, то давайте, и мы у них все это здесь отберем, что вполне логично, если это произойдет, то, в общем, ну, работать ничего не станет, олигархи, в общем, так сказать, себе немножечко заработают, а для простых людей от этого вообще, вот ни холодно, ни жарко, вообще ни разу, ну, как бы вот так, что еще, ну, я думаю, что самое страшное, нам не грозит, то есть, голод и, и холод, я думаю, что даже топливо, может быть, даже не сильно подорожает, потому что, потому что нефть у нас никто не будет брать, и что с ней делать, будем ее усиленно вталкивать своему населению, поэтому здесь, я думаю, что теоретически может быть даже снижение цен, ну, потому что, если оно будет повышаться, то просто население не поймет, и тоже погонит Путина, а власть на это, в общем, так сказать, не будет идти с большой радостью, то же самое касается газа, наконец-то это поможет газификации России, потому что, ну, если не за рубеж, так своему населению, вот, ну, вы скажете, что своему населению сдует цена, ну, посмотрим, сдует или нет, я думаю, что они будут к этому крайне осторожно относиться, будет ли индексация всяких пенсий и зарплат, ну, скорее всего, будет, но это ведет к инфляции, поэтому это будет, во-первых, с запозданием, то есть, сначала цены растут очень сильно, и когда недовольство уже грозит снести власти, то будут производить индексацию, индексацию, произведут индексацию, и снова цены вырастут, и так далее, это, ну, я, по крайней мере, помню хорошо, вот, в начале 90-х, о которых, которыми нам нас так сильно пугали, ну, будет, мне кажется, хуже, вот, ну, что делать, будем сидеть в подвалах и шить джинсы, ренглер, из левой ткани, и вместо красителя использовать там какие-то подручные средства, там, чернила какие-то, или акварельные краски, я не знаю, вот, кто на что гораст, и еще один момент, смотрите, когда, в самом-самом начале там 90-х, еще в Горбачевское время, когда только приоткрыли железный занавес, у меня был такой опыт, мы ездили, тогда еще, Югославия была, и возили туда буквально сумками, челноками, всякую, так сказать, дребедень, которая все еще продавалась тогда в наших магазинах, там, лично я, например, шпингалеты возил какие-то, там, скатерти, мясорубки, и прочее, 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 потому что в Ягославии цены были, ну, там, где-то в 50 раз выше, чем у нас, ну, такое было соотношение их динара к нашему рублю, грубо говоря, если переводить через дочь марки, оттуда мы везли дочь марки, примерно то же самое будет сейчас, и если вы хотите как-то заработать, подняться, то, в общем, я думаю, что имеет смысл как-то вот подумать о том, ну, как выучить китайский язык, скажем так, и уже начинать как-то думать о том, как возить товары буквально вот сумками сюда, значит, их будут переправлять, и где-то на границе формировать какие-то контейнеры, и везти сюда, это тоже будет, и Китай, конечно, Union Pay там всякие и так далее, он может быть официально и не сможет везти, но никто не отменял там сумки с деньгами и так далее, все это будет, и будет все это организовано однозначно, и будут сумками возить все, что надо, и довозить, но другое дело, что объемы, конечно, будут не те, и поэтому цены будут высокие, и на этом можно будет заработать, а когда кушать нечего, то придется и сумками ездить, тут как бы вариантов особых нет, ну, по крайней мере, те вот самые низы, ну, самые низы будут ждать подачи, как государство, как всегда, а предприниматели, ну, они, значит, либо слиняют вообще за рубеж, а что там делать, либо будут вот заниматься вот этим, ну, вспоминать старое, это достаточно быстро все пройдет, но, честно говоря, чего я жду, и насколько быстро, я жду, я жду переворота государственного, и он будет именно в верхах, а не в низах, то есть он бескровный, я надеюсь, будет абсолютно бескровный, быстрая смена власти, быстрая смена курса какого-то, а вот куда этот курс сменится, это все зависит от того, поддержит ли население вот эту вот новую власть, измененную или нет, какая она будет, ну, и если вы хотите оптимизма, я уверен, что за черной полосой будет белое, и если сейчас весь мир нам враги, самые большие враги американцы и натовцы, то очень скоро все это поменяется вот на 180 градусов, вот так, и американцы станут нашими лучшими друзьями, мы скажем, блин, да, мы не просто поддерживаем Украину за то, что она, так сказать, идет в НАТО, мы и сами готовы туда, вот, ну, а зачем тогда Украине идти в НАТО, если мы и сами хотим туда, мы никому не угрожаем, давайте жить в мире, потому что в мире жить лучше, это однозначно, это 100%, вот, мы за демократию, в общем-то, и американцы говорят, что за демократию, и первое, с чего мы начнем, это с подписания договора с американцами о сокращении ядерных вооружений, потому что видно, и всем очевидно, что мир сейчас находится у явно опасной черты, и с этим надо делать, потому что, если в каком-то государстве придет, ну, какой-то не совсем адекватный человек, скажем так, обтекаемо, и у него окажется ядерная кнопка, то, в общем, это крайне опасно, опасной ситуацией, поэтому ее надо бы как-то все-таки снизить, поэтому здесь никуда не денешься, надо этим заниматься, ну, а по поводу расширения НАТО и опасности и так далее, я хочу напомнить, что когда вот Горбачев, значит, там, ну, берлинская стена, там упала соглашение, мир, дружба, жвачка, то, в общем, так сказать, посмотрите цифры, насколько я помню, численность НАТО в Западной Европе была на момент там что-то 400 тысяч человек, а после подписания она постепенно там снижалась, 90 тысяч, потом, значит, там 60 тысяч, потом 30 тысяч человек натовских каких-то солдат, и, в общем, так сказать, блок НАТО потерял вообще смысл существования и думал, блин, закрываться, что ли, или нет, но они говорили, нет, ну, может быть, кто-то, так сказать, какой-нибудь там идиот, значит, ну, может быть, мы что-то придумаем против кого, мы будем от кого защищаться, потому что защищаться-то вроде не от кого, но вот Путин сказал, как это не от кого, так от нас, и сейчас они, в общем-то, восприяли, значит, блок НАТО говорит, вот видите, мы же говорили, что мы нужны, и так далее, но, и они просто счастливы, потому что, спасибо Путину, он, значит, вдохнул новую жизнь в НАТО, они просто вот счастливы, но, если мы сейчас, как бы, договоримся, и все будет хорошо, мир, дружба, жвачка, я уверен, просто уверен, что так будет, как быстро, я не знаю, но я думаю, что год-два мы должны перетерпеть, потому что для этого должно, я возвращаюсь к началу своего видео, для этого должно измениться массовое сознание, то есть, с поддержки Путина, ну, там должно по телевизору, в общем-то сказать, признание того, что Путин все-таки не такой гениальный, и, в общем-то сказать, все-таки привел страну к разрухе, и к войне, и скажут, да, 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 вот, и когда вскроются, в общем-то сказать, масштабы, масштабы, ну, как бы, грубо говоря, воровства, в общем, о котором все догадываются, но все говорят, да ладно, зато мы живем хорошо, но когда мы станем жить плохо, а масштабы воровства, как бы, никуда не денутся, то, в общем, массовое сознание, я думаю, поменяется на 180 градусов, и еще один момент, я помню прекрасно, когда Советский Союз вот перед самым развалом говорили, что зато у нас вот там, типа, мы все, это значит, социальные у нас, все там для человека, все для человека, а там, значит, если, если вы, значит, там туда, в эту демократию гребаную, то, значит, вас будут эксплуатировать, и, значит, люди говорили, я хочу, чтобы меня эксплуатировали американцы, потому что, типа, американцы получают, американские рабочие получают, там, 3000 долларов, а я получаю, извините, сказать, в пересчете на российский, там, сказать, там, 50 долларов, 50 долларов и 3000 отличаются, в общем, достаточно сильно, говорит, я согласный, так вот, очень скоро у нас тоже, многие скажут, мы согласны, пусть нас порабощают, и при этом мы станем жить сильно лучше, я в этом, ну, просто абсолютно уверен, потому что я это видел, я это пережил, ну, а что вы думаете по этому поводу, напишите, пожалуйста, лайк, подписка, и до встречи, это мое мнение, чисто, не принимайте его за свое, вы можете спорить, вы можете просто, вот, ругать меня, говорить, что я там предатель, и так далее, все, что угодно, пишите в комментариях, я стерплю, здесь не проблема, на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий.